Нужны комментарии какие-то Это лично с сыром, если кто-нибудь понял Вида никакого нет, тут что-то на парковку только На крышу, на козырек вот на этот И на огромные деревья Школьники решили помыться В Смоленске фигачат Блин, что это было? Фу! Ужас какой Ты меня отравил Короче, дождь хреначит вовсю Я рассчитывал на экскурсию Обзорную Иван-чай Это уха Уха из семья Я забыл вам показать Тут было, поверьте Сан-сан, да, получается А там хачапури было Я забыл, извините Что это заказал? Получается куриная грудка Куриная грудка-гриль Гриль Вот А это что? В лаваше В лаваше соусе Офигеть Чтобы я так жил Чтобы на посуду не мыть Короче, каран А это, в общем, макароны Я назову просто это Макароны С семгой, с сыром Сейчас посмотрим Каково это Хочу сказать, что паста Очень крутая На самом деле Даже если бы не было там Семги Оно же лосось Было бы тоже Просто замечательно А из минусов Вот Паша это озвучивал Вне кадра Что хорошо бы Если приносили блюдо С какой-то Периодичностью Потому что я еще Ну, не знаю Там треть оставалась ухи И уже принесли Макароны Так, это блины с маком Это, видимо Мак Писташки это, да? Или как это называется? Видимо Да, да И плавящий сел Видимо-невидимо Уже шоколад И все такое Короче, обставлено Очень круто Блины Я хочу сказать Что просто Фантастически Классные Обалденные Обалденные Блины А что вы скажете По поводу блинов? Лайк Берете блин Заворачиваете И съедаете Я снова заказал Свой любимый Коктейль Точнее Свежевыжатый сок Из банана Киви И апельсина Офигенная тема Всем советую И еще Мы Блины заказали Короче Я уже и забыл Что заказал Так и что вы приехали Неизвестно Куда мы едем Конечно Мы не поняли Но мы в Катыни Катынь Такое печально Известное Ну типа мы приехали Но это полная байда Это неправда Совершенно Блин Тут Брусья есть Наконец-таки В Смоленске не нашел Турник Так хотя бы в Катыни Печально известное место Но как бы Но мы в него не попали Да Можно остановиться И спросить У Смолян Это не Смоли Ты думаешь Это Смолянин Катынин Итак Мемориал Катынь В саму Катынь Нам и не надо было ехать Мы мимо проехали Я думаю Ой какой классный храм Оказывается Здесь и надо было тормознуть Нас встретил охранник Уже по идее Закрыто я так понимаю Да Или Или вот-вот закроется Еще открыто Но зато бесплатно Но без подсветки Так что Ну 15 минут до закрытия Как бы Туда официально Музейно-выставочный центр Музейно-выставочный центр Хорошо Ничего не видно ребят Ну а что делать Будет и для вас повод съездить Сюда Не знаю Может и днем мы как-нибудь Сюда заскочим Всего за 20 месяцев войны В польском плену Оказалось около 157 тысяч Красноармейцев На родину после войны Вернуло всего 75 тысяч Мы воюем Испанским родом А не с польским Трудовым народом Вообще ничего не видно Ну тут Огромный крест Огромный просто Гигантских размеров Я ждал Когда Наконец-таки Перестанет Фигачить дождь И вот Выбрались Поели И стемнело Вот так На станцию Гнездо Тут недалеко Да-да Перегружали воронки И расстреливали В Санапу приезжали люди Семья в сентябре месяце Писали Русланка Расстреляли Ну еще в 20-х годах Архивы в КГБ Подняли НКВД А там Сослались Что Отсердечный Там приступ Или чего А по факту Его привезли И расстреляли здесь И они нашли Могилу По какому Поляков Поляков поднимали Под поляками Тоже Наши Нашли Галошина Подписанная А ФСБ Когда подняла Архив То оказалось Раскулачили В Саеофранском районе И вывезли сюда Воинское звание Капрал Капитан Расстреляли Женщина Пилот На первом В 1939 году С высоты 5000 метров На парашюте Прыгнула В плен Попала Немца Вроде Молодая Молодая Вот пилот Левомдовская Да Ее расстреляли Уже Советы Немца Отпустили Советы Взяли Расстреляли И Сестру У нее расстреляли А ее Вот этой Летчице Муж дожил До наших Ну В 90-х Или в 2000 Умер И на одного Человека Привозили Сюда По 200-300 Человек И дело Рассматривалось В течение Минуты Решалось Открыл Расстреляй Открыл Расстреляй Это Наследие Наших Никуда Не делится Да Люди Приезжают Немцы Приезжали В сентябре Были Байкеры Голки Ночные Да Поляки Приезжали Ну Они Стали на Крым Они Ну Маш Какая-то Поляки Приезжали Человек 120 Батюшка С ними Тогда На автобусе Одиночки Приезжают Поляки Ну Вот Они Шесть Могил Это Братские Могилы Да Когда Немцы С России Польшу Заняли То Высшее Правительство Польское Бежало За границу Бросило Страну На произвол Генералы Подняли Защищать Свою Родину Фактически Людям Выхода Него И вот Они А попали В плен И здесь Расстрельная Яма Самая Большая Там Поменьше А наши Тоже Семенами Захоронения Или там Без разбор Скидывали В яму Скарбом Совсем Что было При человеке А потом Их как-то Ну Это уже Начали Поднимать Вопрос Потому что Тут Поляки Строили Ну Собирали Граждане Ну Люди Скидывались Чтоб Это Сделать Первого Начального Видя А Советы Сгорнули Просто Немцы Захоронили Сделали Раскопки В шесть Могил Наши сгорнули Это сравняли В одну А поляки В основном Первоначальном Виде Как оно и было Могилы Расстрельные Ямы Так У наших Получается Только Братские Да Да Вот они Лежат Там Лежат Просто Полники Цветочки Герб Польский Да Это Первоначальный Герб Их никогда Вот еще Те годах Никак Сейчас Поляки Видите Более Деньги Выделили А российская Сторона Пожалела Ну И дать Жалко И кто Расстреливали Эти НКВДшники Их же Самоих же Та их Свои Расстреляли Просто-напросто А вы Давно Работаетесь Ну Я Третий Месяц Ну Тут Мне Знакомый Там В одной Деревне Тоже Парень Давно Работал Пошел На пенсию Вышел Работал Деревня Колхоза Порушили Работы Фактически Нет Если Тебе Полтинник Допустим Трудно Устроиться Молодые Не могут Тридцатилетние Ребята На селе Работа У нас Магазин Катанская Сельфоя Отсюда ехать Поставляет Ну Сейчас Привысленные Мини-маркеты Сельфоя Ну Расширили Сейчас Корзиночка Идешь Так У нас Цены Дороже В магазине В деревне Чем Здесь На поселке В разы Дороже Здесь Дешевле У нас Хлеб Тридцать Пять Деревня Здесь Двадцать Пять Тридцать Двадцать Девять Работа Есть Вот Я В дорожниках Работал В пятнадцатом Году Там Двадцать Оклад Ну Обкашивали Обочины Пятнадцать Метров Вырезали Деревья Двадцать Семь с половиной На карту Шесть с половиной Шла Восемнадцать С половиной Рублей Конвертер На дорогу Сейчас Привозил Двадцать Все официально Ну С вычетами Ну Ты куда Поворачивает Вот этот Товарищ На большой Советской Улице Просто Какой-то Идиотизм Понимаете То есть Нужно Перейти Вот На ту Сторон Для этого Надо Фигачить Аж Смотрите Вон Туда Светофоры Вниз Еще Дольше То есть Просто Жест Кстати Есть Тут Еще Вот Такие Салфетки Для Обуви Первый Раз Я встречаю В гостинице Что-то Подобное Рисовая Каши Она Удачнее Чем Овсян Сынович Облинь И вот Опять Я иду Мужской Монастырь По улице Ленина Ну Вот Я и Дошел До Мужского Монастыря Пробойся Царицы Матер Одесский Преподобный Авраами Смоленский Местный Чтимый Святой Богослужение Совершается Ежедневно Но Неудивительно Что Собор Такой Был Полупустой Потому Что Если Так Много Храмов Вокруг Где Каждый День Совершается Литургия То Не Мудрено Что Народ Распределяется По Секам Храмам Главное Что Можно Снимать Вот Получается Это И вся Территория Монастыря Зашел В эту Арочку Там Был Главный Ход А я Зашел В эту Арочку Ну и Все И как-то Вот И забор И больше Ничего Видимо Особо Здесь Нет Так Понимаю Что По сути Монастырь Это Один Храм Вот Этот Вот И Может Быть Какая Какие-то Парочка Небольших Прилегающих Зданий И Все То есть Нету Какого-то Хозяйства И так Далее Но Другой Сторон Это Город Город Все-таки Небольшой А вот Очередная Часть Крепостной Стены Она Идет Как бы Вокруг Города Ну Грубо говоря Вокруг Старого Города Да Можно Заходить Как Сказала Женщина Из Успенского Собора Которая За церковной Лавкой Стояла В общем Не на каждую Башню Пускают Раньше Пускали На каждую Но стали Люди Пить Пиво В общем Мусорить И так Далее Перестали пускать То о чем Мне и рассказывали Крепостная Стена Вот Смотрите Какой прикольный Домик Деревенский Прямо напротив Стены стоит А рядом Может стоять В принципе И коттедж И вот такой В хлам Разваленный Забор Ну Мусор Тоже тут Есть Конечно Но Куда Деваться Блин Свиньи Везде Есть Теперь Вот вопрос Как я буду Ходить Открывается Ворота И все Ни хрена Они не открываются Они так построены Блин Вот иди Как хочешь Там еще Виднеется Вот этот Вот забор А здесь Уже Смотрите Какой особняк Ну Это пока Забор А особняк Вот Пока меня Не прищучила Охрана Короче Вот ворота Такие Вот домища Такая огромная Ну а здесь Вообще Заканчивается Хоть какой-то Тротуар Я вот иду Вот так Нужны какие-то Комментарии Я думаю Нет Между прочим Историческая часть Можно было бы Как-то Покультурней Один храм Другой храм Третий храм Гуляя по исторической Части города Я не боюсь Заблудиться Потому что Со всех мест Виден Свято-Успенский Собор Это очень удобно Двор В центральном центре Понимаете Вот посмотрите Ну как так А вот это что за жесть Уже как местная Достопримечательность Прям стала А что за Балконы Надо исправлять Надо исправлять Ребята Посмотрите На эту жесть Вот это похоже На улицу Парижской коммуны На которой Находится отель Надеюсь это она То времени Осталось до выселения Совсем немножко Минут 25 А я помыться Еще хотел Твою мать Походу Это не она Но может быть Это как-то выведет Вот эта горочка Кстати Детский сад Походу 11.52 Я взмок Как черт Вот эти всякие Холмы Смоленские Это конечно Что-то Короче сейчас О все Вижу нашу тачку Ура В общем усложнила я себе жизнь Надо было просто Сделать вот такой вот крюк А я решил так Опа Я сейчас Пройдусь Типа Я уже тут все знаю Ой Да все Слава богу нашел отель Правда 11.52 8 минут осталось Чтобы помыться Собраться И выселиться А может мы и остаемся Фиг его знает В общем парень Очень интеллигентный Сказал еще Пока В телефоне копался Искал улицу Сказал что я сам Не очень это знаю Живу типа За другой стороной Днепра Друзей особо нету Думаю ну блин Ну как так Проснись Нас обокрали Короче чтобы пойти по улице Парижской коммуны Нужно пройти мимо Наркодиспансера Я когда увидел надпись Думаю блин Куда я нахрену Я точно туда иду В общем Я снизу шел По лестнице Поднимал Поднимал короче Девушку Какой-то парень И девушка кричала Что-то на него Ну в общем Это точно были наркоманы Да? Да Сто процентов На большой советской улице Стоит Один маленький светофор До которого фигачить Фигачить По мне так Вот она идет вот так вот Да Ну как и все В Смоленске Короче Нужно поставить Мне кажется Минимум Четыре светофора Потому что Чтобы перейти через дорогу Нужно фигачить Очень далеко А они еще и работают Не очень классно Надо очень долго ждать Чтобы перейти на другую сторону Все, скоро мы Начали Пушка Лучше расскажи Другое Паша просит рассказать Что я мудак Короче Полный Я в общем Залил Антифриз Вместо Омывашки Ну они Обе розовые Жидкости Извините Я дебил Омывашка пошла Стало Беднее Как-то Ну плюс ко всему Дворник Накрылся Дождик пошел И мы видели Только что Проституток Которые Под зонтиками Стоят Смотрите Налево Налево Туда Если поехать Это как раз Будет Катын А рядом С Гнездово Вот Гнездово Я так понимаю Что там Мог бы быть Начинаться Смоленск Там раньше Вообще Гнездово И было На месте Гнездово И зарождался Смоленск Ну может он Разрастется И будет Когда-нибудь Тоже в составе Смоленск Человек-дворник Пришел Что значит Скорее всего Не подойдет А зачем ты его Купил тогда Ну других не было Чтобы было два Которые не подходят Молодец Ты знал? Я догадался просто Одна вчерашняя Сосиска Другая Сегодняшняя Доснимались Нас взяли И тормознули Вот в Ермаках Это модель Который За кустами Он такой яркий И красивый Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова